приветствую домики для цитрусов и так пора опуститься во все тяжкие мне нужно сделать уборочку в зимнем саду кое-какие работы еще и именно этим я планирую заняться немножко на подоконниках есть зелень потому что конденсат скапливается на подоконниках нужно повытирать проверить прививки потому как период интенсивного роста и по двое пускаются в рост а еще у меня есть некоторые новинки моей коллекции тоже я их купила у девочки цитрусовода и я хочу срезать им крону поскольку еще холодно а у меня мало места для пересадки в зимнем саду я всю пересадку обычно делаю на улице мне так удобнее а на улице холодно пересаживать я пока не буду но растение уже примерно месяц стоят у меня в зимнем саду и от конденсата от моих условий у них конечно же тоже начался прирост а крона у них не очень красивая потому я снесу им всю крону оставлю там по несколько почек а попозже пересажу ну попробую может получиться и в зимнем саду сделать это аккуратно потому как здесь зеленое покрытие ну хоть сметается хорошо все равно не хочется на него сорить землей вот потому мне нужно срезать им крону конечно же у меня не без новинок вот такие чудные суккуленты я сегодня купила в т.п. поехал супермаркет за продуктами а там они свеженькие завозик и такие все чудные еще не потрепанные не поломанные на сочные их вот полить и все и пусть ждут весну для композиции вот такой кашпо горшочки там для рассады конечно же прихватила и такие чудные еще не порченные суккулентики попались но конечно же я их прихватила нужно проверить все эти прививки потому что у них вот подвой идет активно в рост от влажности немного земля зеленеет но это легко собирается и уже нужно проверить полив потому как они были не политы какое-то время вот нужно проверить обязательно удалить весь пытающийся идти в рост подвой на всех прививочках чтобы он не забирал силы и давал расти только при бою то что было привито блин колючки все нужно смотреть чтобы пальцами поцарапать что и куда убирать вот еще мне внизу посмотреть кто там пропал может нужно перепривить вот такой струмела отрастает все нужно это проверить и поупирать все прививки все эти приросты на по двое вот все уже кто даже долго сидел идут в рост и с ним идет в рост и по двое вот тут такая маленькая прививка а по двое уже отрастил 4 ветки хороших все это нужно проверять время от времени и удалять и вот вот сколько цветочных стрелок на авокадо то есть это все будут цветы довольно таки много единственное что тут запор то немножко ему кислотность нужно подкислить грунт потому что лист покоричневел но очень много так что придется тут пчелкой порхать и порхать мушмула цвела я ее кисточкой пыталась опылять ну вот что-то ничего не получилось ничего она не завязала так что она просто поцвела вот так что ничего у меня не получилось надеюсь что в этот году она зацветет когда еще будет много насекомых уличных и они смогут ее опылить прошлом году она цвела в позапрошлом в конце октября еще там было много бражника много всяких насекомых они полазили лапками свои опылили а вот кисточка у меня ничего не получилось вот ну плюс да у меня нужно учитывать что влажность в саду есть и возможно из-за этого и не получилось то ли пыльца была влажная то ли я мало шуршала в общем прирост и есть у нее это авокадо хаос у него тоже но поменьше ну может конечно еще подрастут эти цветочные стрелки потому как тот у меня бакон это хаос а бакон является хорошим опылителем для авокадо как бы мне бы то ли пыльцу придется под собрать кисточку в пакетик прятать и попробовать их опылить вот мои такие экземпляры это четыре таких больших горшочках вот миски стоят маленькие это вот те которые нужно мне реанимировать принести привести в чувство так чтобы они выглядели хорошо и красиво мне кажется мне не нравится здесь грунт какой у них но пересажу их конечно по теплу и кроны пострадали тоже они росли на балконе в чаще в хаще где растений много и потому крона у них и корявая и однобокая вот и вот такая одна покрученная покрученные листья то есть видать это накосячили с удобрениями с приростами с поливом там уже может быть кто-то у меня здесь досыпала листья вот но у них начинаются вот такие классный прирост потому я сейчас это все срежу и пусть они мне растят красивую крон в зимнем саду со мной сегодня шпион бабай мне там муж выносил горшок и рассыпал землю на грунт пришлось пару на пороге как раз и пришлось открывать дверь убирать плитку выметать и бабай потихоньку зашел и выходить никуда не собирается он тебя притаился теперь еще и зара его нашла я стараюсь котов не пускать зимний сад ну вот он зашел потихоньку теперь его попробую еще вылови придется рыбой выманивать бабайчика морда твоя ой заговорила за бабая и тут уже зара тут как тут конечно коль как же без нее чтоб о ком-то упомянули при ее о и баба идет все хотят чтобы кладель бабай у нас такой ласковый кот он любит чтоб его чухали гладили сам придет попросит если ты пройдешь мимо да ну ладно посиди пока я тут буду работать вот азара ревнует она не дает чтоб кого-то еще чухали чухали наши животины живут дружно и мирно все теперь будут ходить и просить ласки придется выгнать если будут шуметь апельсины уже валяются подымать надо вот это ну как бы эти сорта меня очень интересовали но у них такой рыхлый грунт мне кажется что проблема была именно из-за грунта ну может быть и нет если они хорошо росли ну что такое с мое субъективное мнение и вот эту вот крону мелкую некрасивую корявую я срежу срежу ее кардинально для того чтобы они нарастили мне уже хорошую это даже вот тону должны черенки пускать не буду просто выброшу так что это такая кардинальная обрезка обрезаем обязательно на почку которая будет выходить наружу не внутрь кроны а в наружу чтоб крона развивалась красиво и равномерно вот так вот и вот из пушистого довольно таки растения получается вот такая вот палочка я поставлю их на грунт и буду хорошо поливать пока дело дойдет до пересадки пока посидят в этом грунте все из-за холода и зимы и это тоже у нас клементинчик какой-то вот такая плакучая форма прививка вот у него внизу вот у него прививка потому ему есть откуда растить крону все это вот так вот срежу по максимуму и будем ждать хорошие приросты и равномерную крону вот эти вот листочки маленькие растений было много на балконе и они недополучали света вот тут тоже хоть и приросты начались может быть даже здесь и бутоны будут но я ими пожертвую ради красивой кроны бутоны они мне потом еще дадут чем вот это такое вот недоразумение срежем вот тут сверху вот это видите ну некрасиво зачем его оставлять можно от него избавиться и нарастить полноценную нормальную крону по-моему здесь были какие-то остатки клеща так что еще проведу обработку обязательно срезаем на внешнюю почку это у меня некрасиво вот тут почка внешняя будет вот она на внутреннюю не срезаем иначе будет загущение кроны и будет очень некрасиво и вот вот так вот получился такой просто стручочек лучше подождем чему-то оставлять так это один два листочка у него будет у него тут вот высоко прививочка это по всем по всей видимости самодельная прививка если те растения были из питомника то это нет вот это тоже по всей видимости из тинтори да кто-то у нас тут из тинтори потому что прививочка у него внизу ну и крона более-менее нормально но все равно я это все кромсону вот так вот и вот таким образом оставим и нарастим хорошую крон еще мне там больше вот малышня это тоже питомник тинтори мы получали давно узнать что-то ему было не алё при рост и горявые ветку вот эту вот зону сушит и видно вот уже четкая граница где он ее отсушит видите такая это вот это все будет засушено из этих двух почек нужно восстанавливать растения это срезаем он тоже потемнело вот тут еще наверное червец был вот и вот это тоже что но смысл это оставлять да ну все корявенькая вот этот смотрите и при подвой пошел в рост вот эти все такие выпуклые пеньки нужно срезать на кольцо чтобы они не росли нужно ослепить и срезать на кольцо тогда они больше не будут пытаться расти и наш кривой будет полноценно расти они не будут его отвлекать вот это можно замазать лак бальзамом все эти раны или они спокойненько сами засохнут но обязательно ослепляйте все почки чтобы они не росли и не отнимали силы у наших растений смотрите вот здесь есть хороший прирост у него то есть эту верхушечку все можно снести и вот из этих почечек он вырастет нам хорошую крону у этого экземпляр чека нечего пока срезать разве что чуть-чуть подрезать сухой пенечек ему так чтобы глаза не музолил прививочка срослась хорошо вредителей на нем нету его так и оставим вот а этот экземпляр он тоже из тинтори и по всей видимости вот крона у него была какая-то он все отсушил вот это одна веточка такая корявочка вот я ее тоже вот до этого прироста весь этот прирост уберу что он корявый некрасивый оставим один вот этот лист и такой небольшой пенечек вот видите какой у него рыхлый грунт мне кажется проблема у растений если у них такой рыхлый грунт настолько рыхлый именно из-за грунта они плохо растут они кочевряжатся не жалоба им еще корни посмотреть ну блин я сейчас не могу заняться пересадкой на корни тут плохо видно я пока оставлю их поставлю на грунт и буду обильно поливать а попозже при каких-нибудь слабых там плюсовых температурах я обязательно сделаю пересадку и потом покажу как они отросли собралась вытирать подоконники смотрю у меня плоды прогола лежат даже вон в коршке с вами видео один на полу лежит один в горшочке вообще хотела чтобы максимально подоспела паль висела потому как в какой-то определенной спелости у нее могут появиться такие вкрапления как пигментированной вот я ее и не трогаю жду она сама уже отваливается так что посмотрим насколько тот плод созрел появилось ли что-то такое а сейчас попробую в само дерево трухануть вдруг еще какие-то плоды посыпятся вот как яблоня блин не сыпятся только листочки будет больше не хотят сыпаться сыпятся только листочки плодики пока не сыпут не сыпятся так что пусть по висят уберем только те что упали ну и конечно же есть девять часов вечера закончена уборочка вот камелия все больше и больше распускает бутонов еще бутоны уже цветы осыпаются вот так вот классно выглядит так что на уборку ушло пять часов но зато все чистенько полочка протерта подоконники вытерты все кто молодец я молодец но девять часов вечера уже так что все такое хобби с растениями которые для того чтобы это выглядело красиво уютно чтобы растение более здоровые мало того что она требует много времени там для ухода за растениями это еще и требуется время вот на такие периодические уборки которые случаются там ну примерно раз в месяц нужно лазить в позе рыбки на брата собирать все листочки вытирать все подоконники чтобы это было красиво и если кто-то придет и самой потому как если вечная грязь вечная зелень то конечно же это некрасиво это неприятно неприятно работать вот потому такое хобби с растениями отнимает достаточно много времени да не просто достаточно а все свободное которое может быть там от работы от семьи от приготовления пищи для семьи и вот она радует такими вот жемчужными бутонами вот но до времени нет смотреть какие-то глупые передачи и сериалы на это времени нет совершенно вон маргарита пик дозревает еще слава мичурина индия вот чтобы ты так радовала красиво времени нужно конечно же уйма вот сюда переехали вниз мои растения которые я обрезала пусть они пока наращивают крону а потом я их пересажу пока они будут вот так вот внизу стоять и давать приросты может быть выдаться какой-нибудь там денечек с плюсовой хорошей температурой я смогу пересадить все это на улице потому что здесь я этого делать не буду вот варегатный апельсинчик весь с приростными с бутонами потому что у меня мало места все и так очень плотно стоит и еще тащить тазик с грунтом вообще неудобно вообще не комфортно бабай тут зашел оставил свои метки а я потом их тоже нашла между прочим и разнесла по всему коврику пришлось замывать так что дал за что баба и не попадает им не сад так это за то что может шкоды наделать принципе зара тоже может чё что вот ну сегодня такую шкоду сделал папой хотела я сегодняшнюю уборку закончить дегустации ей даже плодом нарезала сейчас покажу и вот еще один такой очень оранжевый артаник его открутим поэтому таким еще повисеть чтоб то крутится то вот мне завтра нужно поливать есть претенденты на полив хотя вот немного еще важно сыра хотя и температура здесь комфортно и сегодня вот во второй половине дня дождь шлился вот ванильный лимон еще зеленый совершенно и не все растения требуют полива вот но есть которая которым надо потому сегодня такие претенденты нашлись и нужно будет завтра поливать так что дегустации поставим на завтра вот целая миска и вашингтон треснул даже кожура имени волос срезала еще там кто-то думал все красиво закончу генеральную уборку дегустаций а нет младшие дети приехали и уехали быстренько взяли вот смотрите началось это приехали уехали взяли что им там нужно старшие приехали сказали так себя у вас музычка взяли лимончик и тоже уехали супруг уже наверное спит потому что ему раньше всех на работу а я сейчас то закончил он не целый тазик листьев мусора и веточку так что если у вас небольшой листопад не переживать он у всех есть причем я туда еще и трамбовала ногой вот прививочки растут суккулентики тоже вот кофе тоже кстати с молодыми приростами вот ну хотя ему и не жарко он более такой теплолюбивый но тоже с приростами вот это ты у него мне так нравится он так вообще упругий такой тургор у него хорошие такие эти подсолнухи огромные вот литопсы все несмотря на то что февраль довольно таки бодренько все чувствует себя замечательно вот мандарин олимпийский из сухуми весь бутонами с цветочками этот слава вилова тоже вот с бутончиками камелия розовая еще много бутонов вот один цветочек отвалился и там еще две совершенно не раскрыты вот особенно вечером вот эти вот бутоны они вот реально так как жемчуг между листочками в каждой пазухе и так нравится когда не таком состоянии и потом не нравится сметать много листочков что делать а пока не в таком состоянии жемчужном и цветут то мне очень нравится в этой половине печалька перегорели две лампы нужно срочная замена ламп потому что без ламп вечером мне не комфортно ну тоже все убрано зато как видно белый цветущий мейнер белый цветущий цепь видео такой а-ля полумрак романтика вот лампа горит только там клапка перегорели но убрать мне это не помешало но вообще-то нужно срочно срочно заменить лампу то что некомфортно неудобно еще достаточно долго же темно вот мой лимон барнео в розовом горшке у него там прижилось несколько прививок кто-то просто спрашивал в каком-то комментарии может быть завтра как-то будет поливать покажу его подробнее и лучше сейчас уходим из этого пола мрака помним что мы в ответе за тех кого приручили и если уж мы чем-то занимаемся то оно должно тоже выглядеть в достаточно хорошем состоянии презентабельным чтобы это было нам комфортно прежде всего чтобы это нас радовало вот и другим показать не просто там что-то растет и как попало и мусор валяется и все валяется и растение не очень хорошо выглядит все должно выглядеть хорошо и без того что до что-то может быть пропасть какая-то веточка может быть отсохнуть но время от времени все нужно приводить порядок это занимает много времени прям целую кучу времени на зато можно устроить потом вкусные хорошие дегустации плодов вкусных полезных и главное на выращенных так что всех обнимаю до новых встреч завтра будет будем поливать вот и сегодня уже поздно всех обнимаю пока